Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Кевин О'Лири, звезда шоу Shark Tanks, является мультимиллионером, инвестором и управляющим активами. Но нас, как криптохолдеров, больше интересует не это, а то, что Кевин входит в то небольшое количество людей, которые знают, что хотят делать институциональные игроки в финансовом мире в ближайшее время. Совсем недавно, 30 сентября 2021 года, он участвовал в конференции SOLD, где раскрыл абсолютно все карты. Он рассказал, что в криптовалютный рынок вольют триллионы долларов, и это готовят уже как минимум несколько лет. Более того, от себя добавлю, что это просто-напросто необходимо. И случится это после того, как будет сделана единственная вещь. Мы узнаем, какая, когда послушаем отрывок из этой конференции. Важный вывод. Большие деньги, которые будут двигать крипторынок на этот раз, не будут исходить от розничных инвесторов, как в 2017. Эти деньги в рынок будут вкладывать институционалы, крупные инвесторы. Кеви О'Лири также рассказал о том, какой является психология крупных денег на рынке. Поэтому это видео я разделю на несколько частей. Мы поговорим, почему Кевин в прошлом был суровым противником криптовалют, и как так получилось, что ныне он яро их поддерживает. Затем я добавлю отрывок из совсем свежего нового интервью Илона Маска о биткоине. Конкретнее о регулировании криптовалют. И в итоге я закончу невероятным способом использования криптовалюты, который в будущем и станет причиной, почему в крипторынок вольют триллионы долларов. Об этом большинство из тех, кто сейчас смотрит это видео, даже не слышали, и скорее всего, даже не подозревали. Поэтому, если тебе это будет интересно, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу Растем не находить мотивацию для создания новых видео. На вчерашнем видео мы набрали почти 8 тысяч лайков всего лишь за 20 часов. Это просто невероятно. Большое спасибо за такую безумную поддержку. Начнем с того, что относительно недавно Кевин О'Лири был против биткоина. Это было в 2017 году. По его мнению, тогда в биткоине нет ценностей. Вообще-то все похоже на скам. Зато он активно вкладывался в золото. Однако, теперь он стал одними из самых главных рьяных криптосторонников. И сейчас его позиция в криптовалюте больше, чем в золоте. Что же изменилось? Давай узнаем это прямо сейчас из отрывка в его интервью на конференции СОЛТ. Понимаете, я совсем не поддерживал криптовалюту в 2017. Потому что я был вынужден жить в мире, где я служу пенсионным фондом и институционалом. В системе мы должны быть постоянно на 100% послушными. Мои первые личные инвестиции были в биткоин и эфириум в 2017 году. И однажды я просто рассказал об этом на телевидении в бизнес-СМИ. Тогда мне позвонил специалист по внутреннему контролю нашей компании и сказал мне, «Ты что делаешь? Ты что, сошел с ума?» Мы даже поговорить об этом не могли, так как сразу же наставили на место. Но что же изменилось с тех пор? Это регулятивное поле, потому что у меня даже не было выбора не быть послушным. Однако медленно, но уверенно в разных юрисдикциях, Швейцария, Германия, Франция, Австралия, Англия, Канада, все начали разрешать криптовалютные ETF для биткоина и эфириума. Так что я изменил свое мнение тогда, когда регуляторы начали менять свою позицию. Я очень заинтересован в криптовалюте, как в классе активов теперь. В моем мире, скажем, ты управляешь миллиардом долларов, каким-то фондом или что-то вроде того. Обычно вот что происходит. В S&P 500 есть 11 секторов, и тебе разрешено инвестировать до 20% в один из них и до 5% в одно наименование бренда. Так это обычно происходит. Я говорю вам сегодня, криптовалюта – это негласный 12-й сектор в S&P 500. Вот чем она сегодня является. Это не значит, что я должен вложить все в биткоин. Да я не хочу вкладывать все в биткоин. Я хочу вкладывать в целый портфель из криптомонет и токенов, если они будут интегрированы в S&P 500. Я очень рад, что сегодня могу об этом вам рассказать. Подумайте о типичных институционалах. Каждую ночь в 4 часа 1 минуту они определяют каждую позицию, которая у них есть на рынке. Внутренний департамент фондовой биржи видит, сколько позиций, сколько было использовано кредитного плеча и так далее. Затем внешние аудиторы приходят либо раз в неделю, либо раз в квартал и подписывают аудиторский отчет. И уже после этого они отправляют его регулятору. В криптовалюте сейчас нет такой инфраструктуры. Когда мы построим такую в криптовалюту, как в 12-й сектор S&P 500 вольют триллионы долларов. Вот что случится. И мы сейчас работаем над этой инфраструктурой. Итак, Кевин О'Лири убежден, что криптовалюта сейчас является негласным 12-м сектором в индекс S&P 500. Грубо говоря, кандидатом на это место. И как только будет создан и разработан некий стандарт соответствия для биткоина и S&P 500, какая-то инфраструктура, триллионы долларов потекут в криптовалюту. Очевидно, что этот некий стандарт соответствия тесно связан с крипторегулированием, а оно в свою очередь является очень актуальной темой в 2021 году. Об этом и говорил один из богатейших людей планеты Илон Маск в недавнем интервью Код Коин. Ни один человек на этой земле не может двигать криптовалюту так же, как это делает этот человек своими нашумевшими твитами. Давай же послушаем, что он сказал. Я думаю, уничтожить криптовалюту уже невозможно, но при этом для правительства еще возможно затормозить ее принятие. Что же должно сделать правительство США? Гэри Гэнслер, председатель СЕК, недавно назвал криптовалюту диким западом в мире финансов. Что бы вы ему предложили сделать? Я бы сказал ему, ничего не делайте. Я бы оставил криптовалюту в вольном плавании. Я знаю много о денежной и платежной системах. Как они работают на самом деле, это совсем не так, как думают или говорят экономисты. Денежная система – это просто цепочка неоднородных баз данных, которые не работают в реальном времени, кроме, может быть, PayPal и нескольких других платежных систем. Остальные же настолько заторможенные, что транзакция занимает от 24 часов до нескольких дней. Это очень медленно. Кроме такой скорости, и система защиты оставляет желать лучшего. Так было, когда мы создавали PayPal в 1999. И так остается и сейчас, 20 лет спустя. Хорошие новости в том, что, по мнению Илона Маска, уничтожить криптовалюту сегодня уже невозможно. Он верит только в то, что правительства могут немного притормозить ее глобальное принятие. Также Илон Маск посоветовал комиссии по ценным бумагам и биржам США вообще ничего не делать с крипторегулированием. Просто отпустите криптосферу и пусть она плывет по течению. Илон Маск объясняет, что современные традиционные платежные системы до сих пор не научились проводить транзакции в реальном времени. И технологически они до сих пор остаются уровня начала 2000-х годов. А интернет сегодня действительно требует изменений. И если традиционный финансовый мир не в состоянии показать эти изменения, по мнению Маска регуляторы должны оставить свободу криптовалюте, чтобы она сама изменила финансовый мир. А теперь я хочу рассказать тебе о том самом потрясающем способе использования криптовалюты, который может создать индустрию стоимостью в триллионы долларов. Об этом не то, что не слышали, но даже не догадывались. Точнее, об этом расскажет Кевин О'Лири. Давай послушаем. Давайте я расскажу вам об одной причине, коротко и ясно. Скажем, я традиционный фонд и я хочу инвестировать в Европу. Я куплю 50 акций, для этого мне придется купить швейцарский франк, евро и британский фунт. Потому что я торгую на их домашних биржах. Между мной и этой будущей транзакцией находится то, что институционалы называют проклятием земли. Форекс-трейдер или же трейдер валютой, который стрижет мои денежки каждый раз, когда я покупаю или продаю. При этом он из себя представляет абсолютно нулевую ценность, лишь добавляя издержки в систему. Я не могу дождаться момента, когда мы решим эту проблему и дадим этим форекс-трейдерам новую карьеру в другом месте. Ведь на этом месте они не приносят абсолютно никакой пользы. Вот где очень пригодится криптовалютный сектор DeFi. Всего лишь один способ использования, но он будет стоить сотни, сотни миллиардов долларов, которые потекут в криптовалюту. Я уже хочу дожить до этого момента, чтобы домашний регулятор в Европе вел эту новую платежную систему, в которой я мог бы торговать хоть 50 раз в день без этого бесполезного посредника. Моя миссия найти этим торговцам настоящую работу. Никто не знает мир институционалов так же, как один из них, Кевин О'Лири. И он говорит нам, цунами из денег польется в криптовалюту, как только регулятивное поле для нее будет готово. В том числе и интеграция в S&P 500 в качестве 12 сектора. И так же, как и любой другой умный инвестор, он наперед набирает свои позиции до того, как целая толпа институционалов зайдет в крипту. И поэтому его криптопозиции сейчас преобладают над золотом. Илон Маск же, в свою очередь, считает, что лучшее регулирование это просто ничего не делать, таким образом позволяя криптовалюте совершать свои инновации в эволюционном русле. А инновации эти необходимы, потому что платежные системы практически никак не меняются с 2000 года. И иностранные биржи являются в целом крупнейшим финансовым рынком в мире с дневным объемом около 6,5 триллионов долларов. Однако, в существующем виде эта система приводит к тому, что институционалы теряют много денег из-за бесполезных посредников. Криптовалюта может сыграть большую роль в решении этой проблемы, полностью лишив смысла использовать посредников в виде торговцев валюты и предоставив возможность институционалам работать с иностранными рынками без потерь и ненужных издержек. Это и является тем самым секретным большим способом использования для DeFi и крипто, который потенциально может принести в криптовалютный рынок сотни миллиардов долларов. А может быть даже и триллионы. На этом все ребята, меня зовут Богатейший Ди, если видео было для тебя интересным, не забудь поставить лайк, это помогает каналу расти, а мне находить мотивации для создания новых видео. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй, обязательно Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok